Обереги для защиты рода и семьи делали еще древние славяне. Наши предки верили в спасительную силу вещей, изготовленных своими руками. Одним из популярных оберегов на Руси была кукла. Сегодня это слово ассоциируется в первую очередь с детской игрушкой. А в старину ее наделяли прежде всего защитными функциями. Это, к примеру, новгородская кукла-мамка с младенцем на руках. Ее задача – охранять покой ребенка в доме. Глядя на Богородицу с младенцем, И женщина делала своим детям подобные игрушки. Она выполнялась на столбце, скрученном из ткани. Ткани простые, хлопчатобумажные, ткани все натурального происхождения. Особое отношение было у предков к свадебным оберегам. Мировое древо – символ рождения новой супружеской пары. В старину им украшали каравай. А куклу-неразлучники мастерила крестная мама жениха. У двух фигурок, из которых состоит оберег, общие руки, чтобы супруги шли по жизни вместе. Некоторые талисманы, например, этот, делала молодая жена. Мужчина, женщина. И вот здесь, между ними, есть маленькая-маленькая куколка такая. Она не одета, потому что это еще не ребенок. Это только задуманный ребенок. Были у предков и семейные обереги из глины. Азы гончарного дела Екатерина Саксонова преподает более пяти лет. Говорит, навыки профессии может освоить даже ребенок. Главное – желание. В День семьи, любви и верности своей половинке советует дарить чашу, сделанную своими руками и украшенную сердечком. Когда ты занимаешься глиной, ты получаешь одновременно позитив, заряд счастья, потому что ты в этот момент соприкасаешься с природой. День семьи, любви и верности в стране отмечают 8 июля. В этот день в эфире информационного канала «Севастополя» смотрите специальный репортаж о семейных оберегах, способах их изготовления и работе севастопольских мастеров декоративно-прикладного искусства. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополя».